В микрорайоне Лозовом города Партизанска на грибной базе Олимпийской грибцы Национальной команды России начали подготовку к новому сезону 2024 года. Спорткомплекс находится на озере Тёплое, которое не замерзает круглый год, что позволяет тренироваться даже зимой. Традиционно мы сюда уже не первый раз приезжаем. Уже третий год мы проводим здесь подготовку с того момента, как база сдалась после реконструкции. Тренировки проходят по плану, то есть все условия соответствуют тем, которые должны быть для спортсменов высокого уровня. Титулованные спортсмены после двухчасового занятия на воде идут в тренажерный зал или оттачивают технику на специальных тренажерах. Такой режим дня будет у грибцов еще пару дней, после чего они поедут в более теплый климат. Иван Штыль рассказал Восьмому каналу, почему ему важны сборы в Приморье и о планах на сезон. Ну сейчас мы втягиваемся, у нас сбор первый. И после уже мы выезжаем на учебно-тренировочные сборы в составе сборной России. Готовимся к первым нашим соревнованиям. Это Кубок России, который пройдет у нас в Краснодаре в апреле. Это является отборочным на данный момент соревнованием на Кубке мира. Очень важно, что мы сейчас никуда не летаем на первые сборы, а именно проходим здесь. Ну и плюс, для меня также важен фактор, что мы передаем свой уровень и знания подрастающему поколению, как в воспитательном, так и уже в тренировочном процессе. На озере тренируется и напарник Ивана Штыля Алексей Каравашков, который с 2022 года защищает честь Приморского края. По словам Алексея, в сравнении с другими регионами, во Владивостоке особое отношение к спортсменам и их подготовке. Также бронзовый призер Олимпийских игр видит большое будущее у грибной базы. Если там, допустим, в Китае, в Японии где-то будут гонки проходить, то тут акклиматизацию проходить и сборы подводящие, да, можно. И, скорее всего, так и будет всегда, потому что уже на слуху это место, и люди в первую очередь будут думать об этом месте. Напомним, рядом с грибной базой строится физкультурно-оздоровительный комплекс в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография», который должен быть сдан в эксплуатацию во втором квартале будущего года. Там будут заниматься не только члены сборной, но и местные жители. Олег Завьялов и Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом. Новости на восьмом.